Признавайтесь, сколько раз вы отказывались от таких песен? В пользу таких песен? Или, например, пели сложные песни примерно так? Знаете, у меня тоже все это было. Было раз. Было два. Было три. Добро пожаловать на канал Изи Мьюзик. Меня зовут Даша Монакова. И в этом ролике я хочу поделиться классным упражнением для развития мощных высоких нот. Я часто наблюдаю за крутыми певцами. Я часто анализирую их звук. Я смотрю разные интервью. Как они поют на этих интервью. Как они говорят на этих интервью. И я пытаюсь как-то анализировать, вот как добиться такого качества звучания. И знаете, сегодня я вам расскажу необычное, нестандартное упражнение, которое я подсмотрела. Точнее, это не упражнение было. Ну, я это посмотрела у Джесси Джей на интервью. Наверняка вы видели вот этот вот мент, как Джесси Джей поет с закрытым ртом. И я подумала, это же реально крутое упражнение. Причем плюсов очень много. Вам не нужен ни инструмент, это не громко, хотя вы будете развивать мощность нот. Это удобно и комфортно. И также развивает и микс, и какой-то полу-белт. Так что я советую вам попробовать абсолютно так же. Итак, давайте инструкция. На самом деле будет смотреться немножко комично, но мы с вами попробуем это сделать. Можно петь абсолютно все, но я предлагаю взять слог да или де, или до. Здесь на самом деле гласный звук и согласный, ну, особо не важен, но комфортно будет сделать более твердый согласный звук. Или, например, звук а, потому что тут все сразу раскрывается. Смотрите, нужно надуть щеки и создать определенное препятствие. То есть попробовать немножко надавить. То есть как будто вы не выпускаете воздух. Вот попробуйте сейчас это сделать. И как бы сделать. Вот. И попробуйте теперь подержать. Ну, примерно в таком это духе будет. И далее вы стараетесь в себя спеть эти ноты. То есть не... Вот такого быть не должно, да? Что вы делаете... Вы должны четко удерживать давление и минимализировать воздушный поток. То есть... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот. И видите, появляется необходимая задержка и, следовательно, плотность. Можно абсолютно на любые ноты это делать. Хоть пропеть любимую песню. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Воздуха много дней выйдет, но и при этом есть препятствие надскладочное. Это очень комфортно и очень хорошо регулирует звук. Знаете, как есть LuxVox, только без LuxVox. Очень классная штука. То есть такой ники сабвуфер. И разные вариации есть, но я вам показываю один из. Можно спеть абсолютно разные песни. Например, да, I have nothing. Вы слышите, какой хороший сонкнутый звук и плотный получается. Хотя я это делаю абсолютно ненапряжно. И, собственно, это и есть то, что нам нужно. Если же у вас не получается, четко проследите, что здесь нету выпуска воздуха. А есть как будто вы где-то вот там вот звучите. И видите, позиционно и по фиксации воздушного потока вы остаетесь в одном и том же месте. То есть, по сути, все эти высокие, классные, мощные ноты, миксовые ноты, полуболтовые ноты, они концентрируются примерно тем же образом, когда вы делаете это упражнение. То есть, можно прочувствовать определенные ощущения. Или если мы берем, например, ну какую-то тоже известную песню, да и миловато, можно также протестировать себя. Делаете ли вы что-то неправильно, либо наоборот, вы движетесь в правильном направлении. Да, по сути, я это делаю без щек. Но если я сделаю то же самое, вот этот сабвуфер, будет примерно такое же ощущение. То есть, нет вообще никакого воздуха. И старайтесь нормализовать это давление. То есть, вы не должны прямо тужиться и пыжиться, да. То есть, здесь тоже так же можно проконтролировать излишнее сжатие. Потому что, если вы будете делать это очень напряженно, вы сразу вот почувствуете вот такую историю. То есть, ни в коем случае не натуживаемся. Грубо говоря, можно сделать просто... Чуть потоньше. А потом вывести уже чуть больше, да, в сопротивление. То есть, такой будет скулящий, немного ссобовый звук. И потом концентрируем давление. И, естественно, сопротивляемся равноценно этому давлению. И когда вы настроили этот звук, вы можете его уже открывать. Да, оставляя те же ощущения. Вот, то есть, это ощущение одинаковое. Когда вы поедете с закрытым птом и когда вы его открываете. Собственно, вот. Вот такой вам небольшой лайфхак, подсказочка. Как вы вообще? Получилось или нет? Какие ощущения у вас при этом? Пожалуйста, делитесь в комментариях. Потому что упражнения, ну, такого еще нет. Я только у Джесси Джей его видела. И то она это не как упражнения воспринимает. И очень важная информация, кто уже загорелся освоением высоких нот на уровне мировых имен. А может, это следующее имя мировое. Это ваше имя. В закрепленном комментарии и в описании я оставила для вас ссылку на пробный марафон. Который мы делаем в преддверии большого курса по всем высоким нотам. И, кстати, первый день на марафоне абсолютно бесплатный. То есть каждый может попробовать себя в этом марафоне. Там мы разберем различные стили. Попробуем аутентично прозвучать в каждом стиле. Попробуем достать все высокие ноты сразу. Ссылочка будет в описании или закрепленном комментарии. Не упустите эту возможность. Потому что сам марафон будет очень недорогим. Если вам первый день понравится, вы можете пойти дальше. Так что, друзья, до новых встреч. Пожалуйста, жду в комментариях отзывы, получилось ли у вас это упражнение. Я его очень люблю. Оно реально очень-очень классное. Пока-пока. Увидимся в следующих роликах.